Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Галина Анисимова, поэт, член Союза писателей России, а еще симбирская театралка и автор иронических стихов, а еще рукодельница, чьи работы выставлялись на областных выставках. И, конечно, очень интересно познакомиться с многогранно талантливым человеком. Представляем слово Галине Анисимовой. Добрый день, дорогие друзья! Я Галина Анисимова, поэт, член Союза писателей России. Хочу рассказать вам о себе и о своем творчестве. Я родилась на Украине в Херсонской области, но городом детства считаю Вологду, где почти семь лет жила в семье у бабушки. Моя бабушка Аня – это мои первые воспоминания детства, это беззаветная любовь, нежность, защита. Моей бабушке Анне Васильевне Веденеевой, урожденной Козыревой. Недосказанность душу согреет, приодевшись надеждой туманной, светло-розовым детством повеет благодатью Божией Анной. Пироги поспевают к застолью, угольки в самоваре резвятся. Лизавета, София, Евстолья, запыленные временем святцы. По затерянным в память исходням возвращаются сном переплавясь. Зимы севера, лето господне, вологодского кружева завязь. В Вологде мы жили на улице Чапаева, дом номер один. И когда на нашей эстраде появилась группа песнеры с песней Вологда, я всегда думала, что это песня про наш дом. Вижу, вижу алые кисти рябин, вижу дом ее номер один. В феврале прошлого года в вологодской газете «Маяк» была опубликована подборка моих стихотворений и даже фото дома. Но это фото я не посылала, но на фотографии прямо наш дом, Чапаева, дом один. И я поинтересовалась потом у редактора Дмитрия Ермакова. Неужели это наш дом? Но он сказал, что в феврале туда проехать не смогли. Снега. Зимой там никто не живет, только летом дачники. Поэтому это фото другого дома, но так похож на наш. Но тот дом уже давно не наш. Еще из вологодского цикла. Старое фото. Жизнь на рассвете бездонна, шаль поднебесного шелка, бабушка Аня, Мадонна, с нервно-неровной учелкой, в кружеве белом, инфантой, Танечка, дочь на коленях, невыполнимые фанты прошлых моих поколений. Тело ранимее духа. Слабость нелепо винить, выменили на краюху Спелого жемчуга нить. Дар от прабабки Софии в нежном чехле из Софьяна Бабушку в годы лихие спас. Моя мама Татьяна Смотрит с потертого фото, Не по-младенчески строго, Словно предчувствует что-то, Словно предвидит так много. Старый альбом из комода, Миг предвоенного лета, Вычурно-дивная мода, Сон, неиспитое лето. Когда я пересняла эти фотографии и загрузила в компьютер, стала увеличивать, Я увидела у бабушки высокие сапоги со шнуровкой по моде того времени, ее бусы, ее вот эту асимметричную стрижку, и даже разглядела сережки-жемчужинки в ушах. Хотя я никогда не помню, чтобы у бабушки были проколоты уши. Наверное, эти сережки, так же, как и бусы, ушли на краюху хлеба ее троим ребятишкам во время Великой Отечественной войны. Как щепочка плыву в водовороте Нелепых страхов и неважных слов, Крадущейся лесой, скользя в фокстроте, Кривя душою, душу на засов, Спешу закрыть. От грубости закрыться, забрал им шелка, Лодочкой пустой, к потерянному берегу прибиться И попроситься к маме на постой, Негаданной, нежданной, незнакомкой, На старой кухне пить янтарный чай, Узнать узор на скатерти с каемкой, Родной руки коснуться невзначай, Расплакаться, оттаять, отогреться, Осилить путь к себе и обылом Вздохнуть легко, забыв обиды сердца, Став пташечкой под маминым крылом. Как щепочки, плывя в водовороте, Стать пташечкой под маминым крылом. Это стихотворение посвящено моей маме, А вот это вот сыну Диме. Мой мальчик, я тоже когда-то была Неопытной юной студенткой, В хрустально надуманном мире жила, А папочка звал декаденткой, А мама просила стихов не писать, О боли, печали, разлуке, Но счастью приходится вызов бросать, И в горе заламывать руки. Я птица с поломанным нежно крылом, Любимых жалеют ломая, Но я научилась петь обылом, Прощая, любя, понимая. Не смеяна, царевна лягушка, Вечно плачущая в юбке пьеро, Отыскала я в старой подушке Золотой жар птицы перо, Вывожу запоздалые строчки, Разбавляя чернила росой, Не прося у вселенной отсрочки, Не пугаясь старухи с косой, Незатейливость жизни и тожу В нашей богом забытой глуши, И бросаю лягушечью кожу На растопку остывшей души. Это стихотворение стало уже как бы моей визитной карточкой. А следующее о судьбе поэта, о нелегком пути поэта, о моем пути в поэзии, как я это вижу. Стихотворение называется «Путь на Парнас». За насмешкою панику прячешь, Ошалев от петар, ты шутих, Попадая из царства незрячих В королевство немного глухих. Устаешь от восторгов телячьих, А когда фанфарон поутих, Видишь толпы до боли незрячих, Отолжи безнадежно глухих. Пропадаешь в болотах стоячих, Из воды не выходишь сухим, Понимая с пол слова незрячих, С полу взгляда ответив глухим, Натаскавшись каштанов горячих, Продолжаешь вынашивать стих, Понимая душою незрячих, Сердцем слыша беседу глухих. Последние две мои книги Иллюстрировал замечательный художник, Поэт, светлой души человек Лев Николаевич Нецветаев. Познакомились мы с ним В далеком уже 91 году, В туристической поездке. И когда я узнала, что он художник, Я спросила, А не могли бы вы нарисовать картину, Которая привиделась мне почти в ряду? Я недавно тяжело болела. Но он сказал, что никто лучше меня Это не сможет нарисовать. По возвращению в Ульяновск Я поехала в салон искусства, Купила там почему-то гуашь, Грунтованный картон, Взяла в руки кисть первый раз в жизни И стала рисовать. И вот эта вот картина, Это то, что мне привиделось. Рисовала прямо вот одно за другим. Вот как возникало у меня тогда в сознании, Так я и рисовала. И после этого нарисовала еще три картины И благополучно забыла об этом своем опыте. А Лев Николаевич стал моим добрым другом, Собеседником, Рассказчиком и иллюстратором. Я просто хочу сказать ему слова, Любви, признательности И пожелать новых ярких красок в жизни И крепкого здоровья. Последняя из четырех картин Портрет Марины Цветаевой, Написанный в год пятидесятилетия Со дня ее смерти. Это все девяносто первый год. И тогда же у меня родилось стихотворение, Посвященное ей. Стихов не пишу, Пусто на сердце, В душе темь, Писала шестым чувством, А мнилась иметь семь. Давно откупавшись в блеске, Осталась презрев святцы, Подобно натянутой леске, На руку судьбы сдаться, Смахнуть со стола крошки Последнего хлеба в мире Была я слабей мошки, А горе меня шире. С творчеством Марины Цветаевой Я познакомилась еще в студенческие годы, Когда училась в Уральском политехническом институте. Может быть, поэтому мои стихи тоже Чаще всего грустные, печальные, Драматические, иногда даже трагические, Например, про любовь. Только грусть и печаль у меня получается. Пророчил Никола святитель, Живите друг друга любя, Но снова мой ангел-хранитель Уводит меня от тебя. Сплетаются прошлого нити Неясной надеждой маня, Зачем же твой ангел-хранитель Отводит тебя от меня? Не в светиль обид своих прежних Тебя разлучает со мной, Спасая нас глупых и грешных От горькой любви неземляной. А время лекарством хваленым Врачует, о прошлом скорбя, Мой ангел крылом опаленным Во мне защищает себя. То, что я показывала, это моя работа в технике декупаж. Еще одно стихотворение «Иллюзион» Это одно из моих любимых стихотворений. Оно имеет тоже свою интересную историю создания. Однажды ко мне приехала моя институтская подруга Свердловская. Это как она по жизни отличница, Ей было интересно узнать, как я пишу стихи, Может быть, даже научиться у меня. Но я ей ничего вразумительного сказать не могла, А дело было уже к вечеру, и мы все пошли спать. И вдруг у меня возникла в голове строчка, Которая крутилась еще с зимы. А дело было летом, в июле. А строчка была такая. И снова Новый год. Не чувствую, не смею. Все время у меня ничего не получалось с этой строчкой. Я ее, видимо, далеко брала в память. А тут вдруг притянулись эмоции, чувства, И возникло вот это стихотворение. Иллюзион. И снова Новый год. Не чувствую, не смею. С волнением в календарь, как прежде, не гляжу. От жалости к себе потерянной не имею. Заманчивость витрин сторонкой обхожу. Усталый Дед Мороз в тулупе ярко-алом. Иллюзии смех прохожим раздавал. Жонглируя грехами, Воланд правил балом. И робких Маргарит надеждой раздевал. Свободна от забот, кокетливой плечи, Укрытой рукой вернувшейся любви. А вечный звездный путь все так же юн и млечен, Разбавленный виной и клятвой на крови. Утром я прочитала это стихотворение Тане, Рассказала о том, как притянулись эмоции и чувства, Но она так ничего и не поняла. И, видимо, не научилась. Или я плохо объясняла. А может быть потому, что в моей жизни Не было учителей стихотворцев. Просто была любимая учительница Русского языка и литературы В средней школе номер 5 города Димитровграда Елена Исаковна Колпакова, Которая так нас увлекла своей любовью к литературе, Что на ее факультатив по литературе Приходил весь наш класс. Еще у меня была журналист Нина Игнатьева Во время учебы в Уральском политехническом, Когда я три года училась на дополнительных курсах. Тогда это называлось «Факультет общественных профессий». Я получила корочки даже журналиста-общественника. А с Ниной мы подружились. Был также Лев Бурдин, Руководитель лит-объединения «Парус». Заседание в этом лит-объединении Я была, наверное, всего раза три от силы. Но Лев Александрович открыл мне путь В Ульяновский комсомолец, Где были опубликованы мои первые ранние Такие зеленые стихи. И там же в «Парусе» я познакомилась С Еленой Викторовной Кувшинниковой. И тогда просто Леной Кувшинниковой. И чьим творчеством я восхищалась с тех давних пор. И помню, мы как-то с ней вместе даже ездили на встречу С какими-то работницами какого-то комбината. А спустя много лет, проходя по улице Радищева, Я поняла, что мы выступали перед работницами фабрики, Которая сейчас называется «Элегант». Потом была встреча с Натальей Никоноровой, Главным редактором газеты «Вестник» УЛГУ, Где были напечатаны мои вредные советы для абитуриентов, Задачник для абитуриента под псевдонимом Григорий Ностер. А так как к тому времени я уже имела диплом психолога, Отучившись в УЛГУ три года и получив второе высшее образование, То я даже недолгое время в газете вела рубрику «Поговорим. Советы психолога». Но судьба упорно подталкивала меня к чему-то другому, Нежели работа экономистом или психологом. В 2005 году после страшной аварии, Когда я лежала месяц с поднятой ногой, Я вдруг поняла, что психология не для меня. Точно так же в конце 90-х я поняла, что экономика не для меня. Поэтому я быстренько издала книжку, вторую, Но все это тоже считала какой-то игрой. А потом вдруг пошли стихи, Как будто открылся шлюз какой-то. Когда стихи приходят по ночам, Я не спешу за помощью к врачам, К родным и близким тоже не спешу, Сижу и потихонечку пишу. Презентация моей книжки «Мемуары юмористки» Проходила в музее драмтеатра. К тому времени я была уже заядлой театралкой. И у меня целый цикл стихов про театр, Который называется «Ах, театр, мой театр». Сейчас я прочитаю вам актриса. Ваше Высочество, Ваше Величество, Пухнет кошель от рублевой наличности. Дело, конечно, не в денежном шелесте, Но иногда не хватает наличности. Ваше Величество, Ваше Высочество, Кофе в буфете, спектакль, Одиночество, слезы в подушку, Улыбка сквозь изморозь. Счастье обычного, очень уж хочется. Думала глупость, упрямство, ребячество. Так далеко, нелегко отойти от предательства. Курит в гримерке усталая женщина. Ваше Высочество, Ваше Сиятельство. «Бенефис» посвящается Народному артисту России Борису Александрову. «Лишь наивный чудак полагает, Что свободен от воли небес. Бог по силе и крест налагает. У актеров особенный крест. Мы играем по собственной воле, Но завидовать нам не спеши. В каждой звездной и маленькой роли Оставляем частичку души. Трудно выжить в сегодняшней жизни, Неизменное я сохранив. Донести через серую призму Незапятнанный детский наив. Под забытые юности грезы В день аншлага. А ночью не стер. Очищение светлые слезы. Поцелованный Богом актер. Я счастлива, что была близко знакома С ушедшими теперь Аллой Бабичевой, Борисом Александровым, Сергеем Кондратенко, Клариной Шадько. До сих пор я восхищаюсь игрой Ирины Янко, Зои Самсоновой, Владимира Кустарникова. Стихи им есть и в моих книгах, И в журнале «Театр как театр». Еще из серии «Театр как театр» Алиса в закулисье. Судный день, благодарные крезы, Вместо манны мешочек крупы, Бенефиса багряные розы, Аккуратно скрывают шипы, Увидают охапки сирени, Кавалеры теряют свой лоск, Исчезает кусочек шагрени, Как о свете заплакавший воск. И снимая в гримёрке катурны, Возвращаясь под тень суеты, Гладишь розово-лёгкие урны С прахом счастья и глупой мечты. И еще одно актриса. Туфельки Гуччи, сумочка Прада, Что еще девочке в принципе надо? В сумке помада, духи пуазон, Пудра, сценарий на новый сезон, Горстка кокетства, связка ключей И эликсир от бессонных ночей. Туфельки Гуччи, сумочка Прада, Только в душе вот копаться не надо. Еще тоже стихотворение, Очень близкое к теме театра. Письмо Антону Павловичу Чехову. Эпиграфом такие строчки. И писать-то вроде не о чем, Не читают нынче неучи, Забывают Антона Павловича, Знают только торт от Павловича. Письмо. Дорогой Антон Павлович, Голубчик, Все у нас, как и сто лет назад, Бисер мелкий и жиденький супчик, Вечный повод для слез и досад, Правят миром и присно, и ныне, Самомнение, самообман, Самолюбие, самость, гордыня, Псевдовольности, сладкий дурман. Передайте привет дяде Ване, А еще не сочтите за труд Соне, Астрову, Варе и Ане, Их у нас и играют, и чтут. Как они, мы живем миражами, Лучше так, чем совсем ничего. Неизвестность страшит виражами, Безразличие плоть до всего, Забываем об опыте ближних, Что такой же дорогой шли, И все ищем зарю новой жизни, Ту, которую вы не нашли. Подпись «Симбирская театралка» И посткриптум. В нашем мире все давно не ново, Скука и душевная тоска, Самобичеванье Иванова, Трех сестер фантомная Москва, Эгоизм уроки забывает, Тщетна слава, выгод и наград. Слышали? Лопахин вырубает, Но уже у нас вишневый сад. Револьвер к виску подносит треплев, Ложный выбор раненой мечты, Свежий ветер безразлично треплет Старой пьесы смятые листы. Еще один очень большой пласт Моего творчества – это юмор. Без него не выжить в нашей Российской суровой жизни. Я могу читать не один час Мои юмористические опусы, Но сегодня прочитаю только Несколько четверостишей Из цикла «Новые русские народные сказочки». Каждые четыре строчки – Это отдельная сказочка. В ожидании ужина страстного Отбирает Матрёный Марусь, Змей Горыныч, Ценитель прекрасного, Первый спонсор, Мисс Древняя Русь. Брат Алёнушки, Ваня, Попить попросил, Задыхаясь от зноя и пыли. Много нынче таких вот козлов на Руси, Что палёной водицы и спили. Кто-то ищет управу на бабу-ягу, Кто-то космос штурмует со скуки, А царевна досталась опять дураку По велению загнанной щуки. Трёх смешных поросяток, Опухших от слёз, Ожидает Содом и Гаморра, Предписал все дома подготовить под снос Страшный дядя из волк технадзора. Мать-коза одиночка с нелёгкой судьбой Семерых поднималась над садом. После случая с волком, киднеппинг, разбой Разрешился вопрос с детским садом. Злободневный ответ дал медвежий жилком, Всё решил ради маленькой галочки Оплотнить, раздавить все вопросы потом, Вот и нет теремка коммуналочки. Все осколки науки из Сколково, И глав нанотехнолог левша, Признаются, что дело-то скомкано, Нет ни нано, ни ни, ни шиша. А закончить своё выступление мне хотелось бы прошлогодним стихотворением Тоже из Блица на тему лета. Оно как никогда актуально и сейчас, Потому что мы тоже с нетерпением ждём лето, Окончание карантина. Лето. Сарафанчики, топы, корсеты Дожидались игривого лета, Пылких гроз, развесёлого грома, Не носить же их в зиму или дома, Босоножки, сабо, сандалеты Тоже ждали беспечного лета, Чтобы вымыться в чистой росе Или выгулить юбку-плесе. Даже зонтик отчаянно яркий Ждёт от лета особых подарков, Тёплых слов от холодного облика, Ливня чувств от любимого облака. Только я с фатализмом поэта Не хочу от обманного лета Ни объятий изменчивых рук, Ни свиданий, ни встреч, ни разлук, Ни беспечных навек обещаний, А потом извинений, прощаний. Я хочу просто лечь на песочек, Оторвав себе лето кусочек И почувствовать в неге и лене, Как уходят остатки сомнений, Недоверия, страха, печали. Я забуду, что было вначале, Отпущу безнадёжность потерь, Буду счастлива здесь и теперь, И, растаяв, мечтою согрета, Я дождусь долгожданного лета. Спасибо вам за внимание. Я тоже желаю вам дождаться окончания Карантина нашего И дождаться долгожданного лета, Которое должно же когда-нибудь наступить. Спасибо. Благодарим Галину Анисимову За участие в нашей программе. Галина Анисимова в стихах Примеряет костюм Пьеру, А душа, душа её стремится К любви и радости. Вот такие строки Есть в стихах Галины Анисимовой. Из стихотворения Не сужу, да не буду судима. Но пока не стучится в калиточку Мой посланник небес души лов, Но судьбой бесконечную ниточку Мне нанизывать бусинки слов. И Галина Анисимова идёт своим путём. И хочется ей пожелать Продолжать нанизывать на ниточку Судьбы бусинки слов И ощущать радость. Радость жизни, радость творчества, Радость бытия. Благодарим вас, дорогие наши слушатели, За внимание к журналу И к нашей программе. Всего вам самого доброго.